Всем привет! Урок 65. Диалоги, alert dialog, кастомизации. В этом уроке мы используем свои view для построения диалога. Кроме сообщения или списка, мы можем помещать в диалог свои view компоненты. Для этого доступно как основное тело диалога, так и заголовок. Нам необходимо создать view и с помощью методов setCustomTitle или setView вставить этот view соответственно в заголовок или тело диалога. Я буду использовать только setView и работать с телом диалога. Использование метода setCustomTitle и работа с заголовком диалога полностью аналогично. Нарисуем приложение, которое будет использовать свой view компонент в теле диалога и рассмотрим, как можно модифицировать содержимое этого компонента. Будем добавлять и удалять textView в теле диалога. Создадим проект. В strings.xml пропишем такие тексты. Экран main.xml. Здесь экран с двумя кнопками для удаления и добавления элементов в диалог. Создадим файл dialog.xml. Наше будущее кастом тело диалога. В tvTime будем отображать текущее время, а в tvCount количество добавленных textView. Code mainActivity. Рассмотрим код. В методе onCreate выполняем стандартные процедуры и создаем коллекцию textViews для хранения добавляемых textView. Метод onClick – обработчик нажатий на кнопки. Сохраняет в btn идентификатор нажатой кнопки и показывает диалог. В методе создания диалога onCreateDialog мы задаем текст заголовка диалога, создаем view из layout файла dialog.xml и с помощью метода setView говорим диалогу, что надо использовать наше view в качестве тела диалога. И теперь работая с view мы будем формировать тело диалога. В только что созданном view сразу находим tvCount для отображения количество добавленных textView. Метод onCreateDialog здесь мы с помощью метода getWindow получаем доступ к view компонентам диалога. Находим среди них tvTime и показываем в нем время. Далее определяем, какая кнопка была нажата. Если кнопка добавления, то создаем textView и помещаем его во view, который мы определили в методе onCreateDialog и добавляем в коллекцию textView. Таким образом textView добавится в тело диалога. Если же хотим удалить textView, то находим в коллекции последний добавленный и удаляем его из компонента view и из коллекции textView. В конце обновляем счетчик количества добавленных textView в диалоге. Обратите внимание, что я использую два разных способа для получения доступа к tvCount и tvTime. tvCount я нашел сразу после создания view в методе onCreateDialog. А в случае с tvTime я показываю, как найти компонент в диалоге без использования объекта view. Какое вам удобнее по ситуации, то то используйте. Все сохраним и запустим приложение. Нажмем кнопку добавить. Появился диалог. Отображает время, количество добавленных textView и собственно сами добавленные textView. Закрываем диалог кнопкой назад, жмем еще раз добавить. Добавилось еще одно textView. Закрываем диалог, жмем кнопку удалить. Последняя textView удалилась. На этом все. А на следующем уроке мы рассматриваем обработчики события диалога и программно закрываем и показываем диалог. Всем пока!